Это не совсем спектакль, это скорее концерт, концерт, встреча, общение со зрителями. Как родилась идея? Ну, после того, как нам стало нечего делать в России, нас отовсюду уволили из театра, со всех гастролей, со всех съемок, с реклам. Ну, мы актеры, мы хотим работать, мы привыкли к этому, к тяжелому, изнурительному актерскому труду. И нам звонили десятки людей, всевозможных промоутеров, предлагая гастроли по Европе, по Америке, по Австралию, звали в Новой Зеландию. Ну, вот мы договорились с этой компанией, Egoist Production, и вот первый тур мы сделали по Израилю и Кипру, а второй вот по Европе. Я дополню, да. Нам пытались в России, исключив нас отовсюду, просто закрыть рты. Но мы считаем, что художник не может молчать. Художник должен нести информацию, нести свою душу, нести понимание мира художественным образом, нести зрителям, ради которых мы живы, мы живем. Именно поэтому мы согласились на все, ну, на большинство предложений, чтобы не нас хотели, чтобы мы замолчали, а мы молчать не хотим. А это главный посыл этого концерта, спектакля, чтобы, что артисты не могут молчать, и чтобы побежала любовь, а не война. Да, это главный посыл спектакля. По большому счету так. А вы первый раз в Балваре? Я. В первый раз, а Дима нет. Я был 41 год назад. Да? Да. Ничего не помню, ничего. У меня тогда выпускной, кстати, был. Ну, 40. А сейчас понравилось Софье? Мы еще не успели ничего. Вчера мы целый день провели на пресс-конференциях и интервью, прилетев. Сегодня вот к вам. Хорошо, в следующий раз обязательно в Плове, в Плете. Это мой родной город, это самый красный город. Обязательно. Ну, нас все приглашают, чтобы мы что-то увидели, но мы ничего не видим, не успеваем. В чем вы в Болгарии исключительно популярны оба? А в чем секрет сериала «Кухня»? Почему он оказался таким успешным? Не знаю, наверное, был задуман с добром и с любовью, со вкусом, наверное, в этом причина. С хорошим, добрым юмором, без пошлости, без всяких гадостей. Ну, я имею в виду начальные сезоны. Потом мне все это меньше нравилось. А вы как там? Да, да, я соглашусь с Димой. Просто именно первая половина, большая добрая часть, она хорошего, действительно высокого уровня сериал, в отличие от последствий. Ну, так бывает, мы знаем по другим всевозможным сериалам, когда авторы исписываются. В этом случае это было так, именно так. А в чем разница между работой актеров в сериалах и в театре? Потому что вы все-таки театралы оба. Да, ну, не жим, скажем. Мы театральные артисты, действительно, и мы к этому относимся. Вот любого артиста спроси, где труднее работать? В театре. Где меньше платят? В театре. А где вы хотите работать? В театре. Вот такой парадокс, потому что вот эта магия того, что здесь и сейчас я и ваши глаза в зале, и завтра можно иначе сыграть, послезавтра еще как-то, и слушать живой отклик, а не смотреть в камеру, видеть за камерой оператора. Это все такой суррогат и подмена нашей профессии. Ну, как хобби, можно, наверное, так относиться. Кино – это хобби, деньги, слава. Но к творчеству большому, за редчайшим исключением, эта работа имеет мало отношений. Да, слухи о смерти слишком преувеличены. Да. Театр был, есть и будет. Хотя, это правда, если завтра отменить в России театр, например, в России, ничего не произойдет. А если отменить телевидение, наверное, люди выйдут на площади, будут протестовать и митинговать. Значит, надо закрыть телевидение. Да-да, единственный выход. Да нельзя, потому что без телевидения то, что сегодня происходит, долго не продержится. То есть, по-вашему, контакт лично с зрителями – это самое важное? Конечно. Это самое важное. Мало того, знаете, когда нам звонят напрямую, говорят, а вы просто к нам заедьте, мы очень хотим вас встретить, с вами увидеться. И вы просто творческая встреча. Для нас творческая встреча – это не работа. Это совсем другое. Это, ну, просто зарабатывание денег. Я говорю, вы знаете, мы привыкли, что мы за спектакль, за концерт, в прямом смысле слова, можно поменять две сорочки, которые мокрые насквозь. Только таким способом можно общаться и нести, и внедряться туда, внедряться в сердце, пронзать и что-то делать. А просто на пике популярности устраивать какие-то записочки. Как вы, с кем вы спите, куда вы ходите, какой размер обуви вы носите – это не работа артиста. Артист воздействует на другие чувства. А у вас есть ощущение, что, например, можно иногда не получиться контакт с залем, когда в театре? Были ли такие, наверное, все-таки у вас такая полная карьера? Да, по-разному было. Например, я пережил период пустых залов. Это было во времена съездов. Да, залы были пустые. Или во время каких-то летних гастролев, то, что называется, чёс. Когда в каком-нибудь селе не успели женщины вернуться с вечерней дойки в пустой зал. Ещё мы пережили ковид. Да. Да, когда в зале Московского художественного театра было 25% зрителей разрешали. Потом разрешали 50%, потом 75%. Но всё равно дико видеть пустые места, как вырванные зубы – обидно и нелепо. И тогда не понимаешь, для чего. Для чего ты выходишь на сцену, если никого там нет? Я просто о контакте со зрителем, то, что конкретнее вы спросили. Мы знаем, ну, так как мы давно на сцене, мы действительно знаем, что существуют первые 20 минут. И причём они в разных городах, в разных странах по-разному. Они варьируются 20 или 25 или 5. Например, в Петербурге там это всегда публика такая, аристократичная публика, которая «Ну-ка, что вы нам дадите? Ну-ка, покажите, умеете вообще хоть что-нибудь». И потом потихонечку, потихонечку, потихонечку. Да, просто где-то сильнее приём, где-то меньше приём, но всё равно достигаешь. Ты достанешь, если ты одного человека в зале достанешь, и он выйдет. Или со слезами, или с улыбкой, или напевая, или вспоминая, или рассказывая своей жене, или там подруге, я там был. Хоть одного человека ты победил, потому что он расскажет другому, и так далее, и так далее. И это победа. Да, это, наверное, чудо искусства просто. Да. А вы когда говорили про театр, что всегда по-разному, потому что я спортивный журналист, я ассоциирую это с футболом. Вот вам нравится, что он такой фанат «Спартака» и футбола вообще? В смысле? Дима всё время говорит, я не фанат, я болельщик. Ну, болельщик. Да. Но Дима такой ещё не что, фанат. Поэтому не... Не надо за меня, нет, я болельщик. Болельщик, болельщик. Очень серьёзный болельщик. А тут ведь нравится и не нравится. Ну как, оно есть, оно данность, и всё. Вот муж, он болельщик, вот «Спартак». Ну и что? Живём с этим уже почти 30 лет. Нормально? Ну я тоже за «Спартака» переживал. У меня друзья, ну в газете, там в газетах русских, ещё там в Болгарии живёшь, Ивелин Попов. Не люблю футболистов настроение. Хочу играю, хочу нет. Это Ивелин Попов. А, да, это у него есть. Это плохо. В сборной так, кстати. А, ну в смысле, они как актёры тоже. Плохие. Плохие. Что значит? Ты профессионал или нет? Вот и всё. Если ты раб своего настроения, и сегодня ты можешь играть в полноги на поле или на сцене, вали вон из профессии. Да. С футбола, из театра. Нечего тебе тут делать. Если ты выбираешь, когда тебе отдаваться. Так нельзя. Так нельзя. И простите, наш зритель платит деньги за то, чтобы ты что-то ему продемонстрировал. Мы не можем не реагировать на нашего зрителя. Мы обязаны это сделать. А ты эти деньги зрительские забираешь, но в обмен ничего не даёшь. Это воровство. Что в футболе, что в театре. Да. Чистушек не будет, но стихи, басни, песни, мной переведённые или сочинённые, конечно, будут. Романсы. Романсы, да. Это всё, кроме пары песен, написано Димой. Авторство. Димина автор. Это вообще просто кухни. А сейчас, во-первых, главный повар мира, наверное, мужчины. Почему? Ну, это мужская профессия. Это мужская. Вопреки расхожему мнению, что женщина должна быть дома на кухне с детьми в церкви. Нет, Оля, конечно, у нас дома готовит и сделает это замечательно. Но вообще это адская тяжёлая профессия. По-настоящему повар – это тот, кто работает без выходных, без отпуска, с пяти с шести утра до самого закрытия. Когда актёр востребован, у него нет ни выходных, ни отпуска. Ну, в пять-шесть утра вряд ли актёры начинают. Как говорится, утром играют только котята. Да. Но зато до глубокой ночи бывает. Да. В этом есть какие-то родственные вещи. А будет ли, думаете ли уже, хотя я прочитал, что там 18 у вас будет концертов в Европе, а думаете ли другой уже концерт? Нет, не думаем, а уже делаем. Мы в ковид не сидели, сложа ручки или не спали на диване. Мы репетировали спектакль «Корень любви». Мы его создали, выпустили. Когда никого не было в зале, ну, было там 10 человек, 20 человек. Но мы не оставляем свою профессию никогда. Поняв, что опять жизнь нам вот такой выверт приготовила, мы приступили к следующему проекту. Мы репетируем с замечательным режиссёром, который тоже был вынужден покинуть Россию, потому что он не приемлет войну и не согласен с этим. У нас очень много талантливых людей, с которыми мы сотрудничаем. И хореографы, и режиссёры. Вот мы создаём новый спектакль, который будет... Да, надеемся, что в октябре сыграем в Париже премьеру. О, класс. Этого спектакля. Вот, который сейчас репетируем. А, который сейчас репетируем. А как его называется? Тайнич. Чёрт знает, что он называется. Да. Да, траги фарс. Траги фарс. Дорогие наши зрители, кто придёт, пожалуйста. Я знаю, что вам... Не исключено, что вам захочется принести цветы. А я к ним очень бережно отношусь. И мне всегда так обидно, когда я их... Раньше я их приносила домой и радовалась этому. И все домашние радовались этому. А здесь, в поездке, мы, к сожалению, у нас нет такой возможности. Мы тут же улетаем на следующий день. Пожалуйста, ну, один цветочек принесите. А все другие денежки, которые вы хотите потратить на цветы, вы их куда-нибудь потратьте. Есть очень сейчас много несчастных людей, которые нуждаются в нашей помощи. Ладно? Спасибо.